Девушки отдыхают Девушки отдыхают А на вопрос о том, что означает его победа, ответил следующее Думаю, она означает сильный проевропейский посыл Второй кандидат Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Вандербеллена Евросоюз следил за ходом выборов в Австрии с большой тревогой Правопопулист Хофер обещал в случае победы поднять вопрос о выходе страны из Евросоюза Аналитики считают, что это могло бы привести к развалу объединения Соцопросы показывали, что явного фаворита в этой гонке нет И шансы кандидатов на победу приблизительно равны Нынешние выборы для Австрии уже вторые за год Первые выборы прошли еще в мае, и тогда победу тоже одержал Вандербеллен Но его соперник Хофер уступил ему всего 31 тысячу голосов Заявил в Конституционный суд о нарушениях в процессе голосования и добился перевыборов Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле рассчитывает, что блок ХДС ХСС сможет получить более 40% голосов на предстоящих в следующем году выборах Бундестаг Этим ожиданием поспособствовал рекордный рост рейтинга обеих партий на этой неделе Министр уверен, что Меркель и ее партии вместе с ХСС удастся повторить свой успех 2013 года Когда блок суммарно получил 41,5% голосов В интервью газете Bild Amzontag министр заявил, что ему и его коллегам нужно сделать все возможное, чтобы набрать как минимум 40% Также Шойбле, занимающий в правительстве Ангела Меркель пост министра финансов ответил критикам канцлери Пусть, мол, не забывает, что, цитата, каждый человек совершает ошибки Впрочем, какие именно ошибки, по его мнению, совершила Меркель, Шойбле не стал уточнять Ранние результаты опросов показали, что рейтинг блока ХДС ХСС достиг максимального за этот год значения Если бы выборы состоялись уже на этой неделе, то обе партии могли бы получить 37% голосов Это на 2% больше, чем недели ранее В то же время СДПГ, наоборот, потеряла 2% И сейчас ее рейтинг составляет 22% Альтернатива для Германии набирает 12%, зеленые 11% и левые 10% Полиция Германии задержала мужчину, которого подозревает в причастности к деятельности террористической организации Революционная народно-освободительная партия «Фронт» В немецкой прокуратуре сообщили, что задержанный 55-летний Муса Ассаглу, он является гражданином Голландии Полиция задержала его в Гамбурге По информации ведомства, Муса Ассаглу является одним из руководителей европейского крыла организации Ранее за поимку Ассаглу в Турции назначили вознаграждение в 4 миллиона турецких лир Это почти миллион евро Подозреваемые находятся в красном списке разыскиваемых Турцией террористов Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган обвинял Германию в укрывательстве террористов Глава Турции заявлял, что ФРГ в последнее время стала убежищем для террористов И что за это все ее осудит история Революционная народно-освободительная партия «Фронт» — это леворадикальная политическая партия Ее члены придерживаются радикальной марксистско-ленинской идеологии и солидарности с леворадикальным курдским движением Которых Анкара тоже считает террористами В США и Евросоюзе революционно-народно-освободительная партия «Фронт» тоже признана террористической организацией Стрельба на границе с Россией В финском городе Яматра, расположенном всего в 7 километрах от финско-российской границы Местный житель расстрелял трех женщин — мэра города и двух журналисток Преступление произошло прошлой ночью Мужчина припарковался в расположенной в центре города пешеходной зоне, достал оружие и открыл огонь Преступник приехал на машине, привез с собой винтовку Он, очевидно, заранее планировал свои действия Но мы не думаем, что он хотел убить именно мэра или одной из журналисток Скорее, он просто хотел убивать Жертвой мог стать кто угодно Охваченных паникой посетителей ресторана и соседнего заведения Некоторое время по приказу полиции не пускали на улицу, где лежали накрытые тела погибших Преступника повязали на месте Он даже не пытался сопротивляться Этот 23-летний местный житель с криминальным прошлым О своих мотивах он ничего не говорит Сразу после трагедии в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что к событиям могут быть причастны россияне Власти Финляндии выступили с официальным опровержением этих слухов Количество погибших при пожаре, случившемся накануне на складе в Калифорнии, возросло до 24 Ранее сообщалось о 9 погибших и 25 пропавших без вести Пожарные подчеркивают, эти цифры не окончательные Они предполагают, что в обгоревшем здании будут найдены еще тела Пока пожарным удалось обследовать только одну пятую часть здания Они не могут продвигаться быстрее, потому что поиски нужно проводить максимально тщательно Но на складе уже нашли останки 15 человек Идентифицировать пока удалось троих Дело движется медленно Мы ожидаем, что количество жертв будет расти Наша цель состоит в том, чтобы методично, шаг за шагом обследовать каждый квадратный метр Эта работа, безусловно, займет много времени Мы работали последние 12 часов Сейчас люди передохнут и опять приступят к поискам Пожар возник накануне на складе, расположенном на окраине города В неприспособленном для этого помещении проходила вечеринка Играла модная музыкальная группа Всего на складе находились около 100 человек Что стало причиной возгорания, неизвестно Версию поджога власти пока не рассматривают Вечеринка проходила на втором этаже Оттуда было всего два выхода В результате пожара обрушилась кровля По данным властей, в здании жили молодые художники Они переоборудовали складские помещения под мастерские Жители окрестных домов рассказывали, что здесь часто проходили шумные вечеринки с электронной музыкой Как сообщили спасатели, противопожарные системы в старом здании отсутствовали А проходы были завалены хламом В богатом пригороде Бостона Кембриджу вспыхнул сильный пожар Службы безопасности присвоили ему максимальный ранг сложности 10 по 10-ти бальной шкале Вследствие пожара несколько сотен жителей пригорода остались без электричества Также спасатели эвакуировали людей, которые живут в близлежащем районе А десятки семей и вовсе остались без крова Я не представляю, что переживают эти люди В сгоревших домах жили дети, и я очень обеспокоена их судьбой Завтра же постараемся расселить всех пострадавших семей в другие дома Мы хотим, чтобы у детей было нормальное Рождество Насколько это вообще возможно при таких условиях? Местные жители рассказали, что огонь загорелся в доме, в котором жили три семьи В одной из этих квартир делали ремонт Пламя быстро распространилось на соседние здания и припаркованные рядом машины Местные власти пока не называют количество пострадавших На месте происшествия находятся десятки пожарных машин Кембридж – это пригород Бостона, отделенный от него рекой Чарльз В этом пригороде находится здание Гарвардского и Массачусетского технологического института Ни одно из них не пострадало На Сочи обрушился шторм года Так его уже успели окрестить местные жители Ураганный ветер со скоростью 30 метров в секунду повалил около 160 деревьев И повредил работу линий электропередач и газопровода А также кровлю в нескольких многоквартирных домах Гигантские волны преодолели берегозащитные сооружения И смыли пляжные конструкции Они доходили до самих домов, затапливали первые этажи гостиниц Расположенных у моря элитных квартир Из-за сильной непогоды в регионе приостановлено авиасообщение и железнодорожное движение На дорогах образовались гигантские пробки Местные власти просят жителей по возможности не пользоваться автомобилями На горнолыжных курортах из-за непогоды не работают все канатные дороги Информации о пострадавших нет Сейчас коммунальные службы пытаются устранить последствия сильного ветра Они пытаются расчистить дороги от поваленных деревьев Которые уже успели повредить десятки машин Всего в этих работах местные власти задействовали более полутысячи людей И почти сотню единиц техники Траурный кортеж проехал по улицам города Сантьяго де Куба в сторону кладбища Святой Евгении Там в присутствии членов семьи и некоторых приглашенных придали земле урну с прахом Фиделя Кастро Кубинский лидер умер 25 ноября в возрасте 90 лет Он руководил страной почти полстолетия Десять лет назад из-за болезни он отошел от дел и передал бразды правления брату Раулю Многие люди плакали провожая урну с прахом Фидель был всем для меня Моя жизнь, моя душа, мое сердце Он навсегда останется со мной Он мой кумир, я буду благодарна ему всю жизнь Журналистов на кладбище не пустили Сначала похороны собирались транслировать на всю страну Но за несколько часов до церемонии телевидение сообщило, что она будет закрытой Украденные ворота концлагеря Дахау нашла полиция Норвегии Об этом сообщили баварские полицейские По их словам, исторические ворота обнаружили по анонимной наводке в норвежском городе Бергене Железные ворота с надписью «Труд освобождают» весом 100 кг выкрали два года назад Полиция тогда заявляла, что это могло быть дело рук сумасшедших коллекционеров или неонацистов В апреле 2015 года в бывшем концлагере Дахау установили копию украденных ворот Расположенный неподалеку от Мюнхена, Дахау был первым концлагерем на территории Германии Его открыли весной 1933 года, через несколько недель после прихода к власти Адольфа Гитлера Сначала в лагере содержали политзаключенных Во время Второй мировой войны он стал лагерем смерти В Дахау были уничтожены более 30 тысяч человек, в основном евреи и цыгане В 2009 году надпись «Труд освобождают» похитили из лагеря Аушвиц в Польше Позже ее нашли распиленной на три части За это преступление был арестован шведский неонацист Его приговорили к 2,5 годам за решеткой Впоследствии украденный распиленный фрагмент ворот удалось восстановить В Германии реформируют систему подготовки спортсменов Проект спортивной реформы на общем собрании одобрил немецкий Олимпийский спортивный союз Цель реформы – сделать так, чтобы спортсмены из ФРГ завоевывали на международных соревнованиях еще больше медалей Для этого власти собираются полностью изменить систему организаций и финансирования спортклубов Все спортивные организации страны, являющиеся опорными пунктами Олимпийской подготовки, разделят на три группы В зависимости от их потенциала Более перспективные спортивные союзы будут получать больше денег от государства Кроме того, лучшие условия труда предложат тренерам Им поднимут зарплаты и дадут возможность заключать более защищенные контракты о трудоустройстве Новая система предусматривает, что благодаря специальному анализу состояния дел в разных видах спорта Результаты спортивных состязаний можно будет предсказывать за несколько лет И, соответственно, вкладывают деньги в те виды спорта, которые потенциально могут принести больше медалей Окончательно новая система должна оформиться к 2019 году Министр внутренних дел Томас де Мезьер, в ведении которого находится в том числе и немецкий спорт Уже пообещал спортсменам увеличение финансирования Впрочем, у реформы есть и противники Представители отдельных федераций считают, что таким образом к спорту пытаются примешивать политику А это нарушает принципы демократического общества На летних Олимпийских играх 2016 года Германия заняла пятую строчку в медальном зачете Немецкие спортсмены завоевали 17 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей Каждый 12-й немецкий юноша страдает от игровой зависимости Такие данные обнародовала страховая медицинская касса ДАК Ее специалисты представили документ под названием «Доигрались! Насколько зависимыми делают компьютерные игры?» Согласно результатам исследования, почти 8,5% проживающих в Германии лиц мужского пола в возрасте от 12 до 25 лет Зависимы от компьютерных игр Среди девушек и женщин, зависимых от игр гораздо меньше – около 3% Независимо от пола, жизнь игроманов или игроманок с приходом в нее компьютерных игр резко меняется 69% опрошенных признали, что стали меньше времени проводить с родственниками И даже с друзьями, которые ранее были для них важны Каждый третий сказал, что стал обедать в своей комнате, а не спускаться для этого в столовую ко всей семье Особенно плохо компьютерная зависимость влияет на отношения с другими людьми, юных любителей игр Среди опрошенных в возрасте от 12 до 14 лет, 89% признали, что часто ссорятся с родителями из-за увлечения компьютером Исследование было выполнено силами Института изучения мнений Форса В нем участвовали полторы тысячи подростков и молодых людей из разных федеральных земель Эта неделя была богата событиями, трагическими, радостными, смешными Мы хотим напомнить вам о некоторых из них В ночь на вторник лайнер, выполнявший чартерный рейс из Сан-Паулу, разбился неподалеку от города Медельин В 30 километрах от аэропорта назначения На борту находились 77 человек Члены бразильской команды Шапекоэнце Менеджеры клуба, медики, журналисты, члены экипажа Выжили лишь шестеро, трое из них футболисты В бразильском городе Шапеко в субботу попрощались с погибшими в авиакатастрофе футболистами местной команды На домашнем стадионе клуба «Огромные лужи» проливной дождь шел с самого утра Через арену пронесли 50 гробов В них тела игроков, тренеров, менеджеров Тех, кто находился на борту чартерного самолета, разбившегося близ колумбийского города Медельин Футболисты были настоящими героями для жителей маленького бразильского городка Впервые в своей истории клубу удалось добиться таких успехов Добраться до финала Южноамериканского кубка Они летели в Медельин на первую игру завершающего этапа Наследный принц Таиланда Маха Вачиралонг Корн в четверг официально принял приглашение парламента вступить на престол Закрытая церемония в присутствии председателя законодательного собрания страны прошла в королевском дворце Дусит в Бангкоке Церемония коронации пройдет лишь после похорон предыдущего короля Которые могут состояться не раньше осени следующего года Торжественная церемония в Вене стала завершением сезона Формулы-1 и карьеры ее нового чемпиона Ника Росберг получил заветный трофей из рук президента Международной автомобильной федерации Джина Тотто Накануне 31-летний пилот Мерседес объявил, что уходит из спорта, чтобы посвятить себя семье Новый чемпион Формулы-1 Ника Росберг приехал вместе со своим трофеем в немецкий город Зиндельинд, чтобы выступить перед сотрудниками Мерседес Компанией, которая помогла ему заслужить титул Он рассказал, что победить в самых престижных гонках мира было его детской мечтой Он ее осуществил и теперь может заняться чем-то другим В палестинском городе Вифлееме, который считают родиной Иисуса Христа, зажгли огни на рождественской елке Поглядеть на это собрались тысячи палестинцев и паломников со всего мира Гигантское дерево, увенчанное пятиконечной звездой, по традиции установили у базилики Рождества Христова Зажигая огни на этом дереве, мы возвращаем всех к месту, откуда все началось К месту, откуда родом само Рождество Мы хотим крикнуть на весь мир Давайте все вместе сделаем все, чтобы в этом городе и на всей святой земле всегда был мир Когда тысячи разноцветных огней вспыхнули на ветвях, толпа разразилась криками и аплодисментами После этого в небо взлетел красочный фейерверк В восторгу собравшихся не было предела Люди пели, танцевали и снимали происходящее на мобильные телефоны Вифлеем неоднократно упоминается в Библии Согласно древней книге, именно здесь родился царь Давид И здесь он был помазан на царство пророком Самуилом Здесь произошла история с моавитянкой по имени Руфь Здесь же родился Иисус Христос Адвент в разгаре и к работе приступил главный зимний старец, Святой Николай В столице Баварии, в Мюнхене, седобородый старец прокатил детей на старинном поезде Дети и родители заняли свои места в вагонах Как будто бы это не праздничный волшебный поезд, а самый обычный Но тут появился одетый в длинный красный плащ Святой Николай Его сопровождал извечный спутник, злой дух Крампус Вместе необычные гости спрашивали у детей, хорошо ли те вели себя весь год Все дети сказали, что были очень послушными Так что злому Крампусу ни один малыш не достался И ему пришлось просто помогать Святому Николаю раздавать сладости и подарки Это было просто чудесно, отличный сюрприз Не каждый день выдается ехать в одном поезде со Святым Николаем Мой сын обожает поезда И до этого он никогда не встречался со Святым Николаем Поэтому ему все нравится Это прекрасный опыт для маленького мальчика Это просто супер, мы здесь уже во второй раз В первый раз мы были немного напуганы, когда увидели Святого Николая Но нам очень понравился паровой двигатель Тогда мы были в кабине машиниста А потом еще смогли увидеть печку Это было круто Элиас, тебе понравилось? Родители называют это праздничное катание поездкой в прошлое Ведь поезд, на котором они ездили, был выпущен почти 100 лет назад В 1920 году Но на самом деле маленькие пассажиры даже опередили время На одни сутки Ведь согласно Advance Calendar Подарки от Святого Николая Они должны получить только в ночь с 5 на 6 декабря Будьте в курсе событий Все новости Германии, Европы и мира На сайте нового времени m-z.tv И на наших страницах в социальных сетях Редактор субтитров А.Семкин